Всем доброго дня, это Гелиос Сар и Биология просто. Учебник биологии 9 класс, за авторством Сухоруковой и Кумченко. Параграф 52. Биосфера и здоровье человека. Вспомните, что понимают под физическим, психическим и репродуктивным здоровьем человека. Физическое здоровье человека это здоровье всех его органов и фактически его тела. То есть это и есть физическое здоровье. Психическое здоровье это здоровье психики. Когда человек своим разумом достаточно адекватен, он правильно воспринимает окружающую его действительность. У него нет проблем, у него нет тяжелой усталости, он не находится в постоянном тяжелом стрессе. Все это показывает, что у человека психическое здоровье нормальное. Репродуктивное здоровье это, разумеется, здоровье половой системы, здоровье половых клеток, которые полностью нормальны, у них нет каких-то генетических аномалий. И разумеется, что репродуктивное здоровье напрямую зависит и от физического, и от психического здоровья. Врачи и философы в древности справедливо полагали, что человек – неотъемлемая часть окружающего мира, и сам он должен постоянно находиться в гармонии с окружающим миром, что и считалось здоровьем. Здоровье людей – показатель состояния здоровья окружающей среды. Современный человек погружен в суету городов и потоки машин, живет в постоянно нарастающем темпе. Эмоциональный стресс и огромное количество информации держат его психику в постоянном напряжении. Такие условия жизни называются болезнями цивилизации. В районных промышленных предприятий, автомагистралей накапливаются особо опасные для здоровья вещества. Люди, проживающие здесь, подвержены различным заболеваниям. К болезням цивилизации относят аллергические реакции, заболевания сердца и сосудов, злокачественные новообразования, преимущественно рак легких и дыхательных путей, психические заболевания. Здесь можно сказать только одну такую вещь, что да, с одной стороны жить, как говорится, вредно, но с другой стороны, как говорится, а что же тогда делать, что умереть, что ли, это совершенно не вариант. К тому же сейчас, в принципе, тренд на экологию очень активно развивается. И, в принципе, сейчас уже постепенно идет процесс к тому, что будет переход на какие-то более чистые варианты топлива, например, или вообще переход на электричество. И вот здесь вот дается таблица, в которой описывается, какие примерно вещества, какие заболевания могут вызывать. Ну, здесь можно отдать только одну такую вещь, что некоторые вещи, например, тот же цемент, который вроде как может вызывать заболевания кожи, чтобы он вызвал эти заболевания, это надо сидеть в этом самом цементе чуть ли не целыми днями. Есть другие вещества, щелочи, кислоты, ртуть, фтор, например, соприкосновения, с которыми, конечно же, вызывает достаточно быстро проблемы. Но, если у вас было настолько мало мозгов, что вы ухитрились даже не надеть никакого респиратора, не надеть нормальную одежду, работая со всеми этими веществами, то, извините, кто же вам виноват? Виноват. Недаром же существует такое понятие, как техника безопасности. Вот, если вы не хотите получить проблем со здоровьем, соблюдайте технику безопасности. Ну, а то, что жить в городах достаточно вредно, ну, так почаще выезжайте за город, недаром же существуют дачи, почаще выезжайте в какие-то парки. В принципе, в России сейчас с этим уже каких-то проблем нету, парки более-менее появляются, развиваются, эти зоны активно поддерживаются, вот, так что здесь какой-то большой серьезной проблемы нету. И самое главное, просто следите за своим психическим здоровьем. Старайтесь не психовать и не нервничать по пустякам. Иногда лучше просто плюнуть на какую-то проблему и, так сказать, пропустить ее куда-нибудь подальше, чем просто так беспокоиться. И это тоже существенно поддержит ваше здоровье. Искусственно созданная среда и здоровье. Городской человек ведет малоподвижный образ жизни, оторван от естественной среды, пребывает в основном в искусственно созданной среде. В его жилище вместо дубовых шкафов, паркетных полов, бумажных обоев появились шкафы из древесно-стружечной плиты, пропитанные фенолом, линолеум, пластик, винил. В принципе, сейчас даже дешевые икеевские шкафы, они достаточно безопасны, поэтому не стоит так уж сильно беспокоиться по данному поводу. Но, разумеется, что если вы будете покупать очень какую-то дешевую китайскую мебель, то вот тут вот на вашем месте я бы, конечно, побеспокоился. В Китае правила безопасности совсем не такие строгие, как в Европе. Синтетика и разнообразные препараты бытовой химии, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, также могут стать причиной многих недугов. Поэтому домашняя экология не менее важна, чем экология города, страны, планеты. Восстановить силы и душевное здоровье городскому жителю помогает природа, а потому она не должна разрушаться. Знания, которыми владеет современный человек, позволяют формировать окружающую среду, не разрушая природу. Человеку важно не сводить отношения с природой к удовлетворению своих нарастающих потребностей, а перейти на новый уровень отношений, понимать, что здоровье биосферы – основа здоровья самого человека, его физического совершенства и духовной красоты. 1. Кодекс здоровья. Узнайте свой организм и поймите, как он работает, что ему полезно, а что вредно. 2. Правильно питайтесь. Придерживайтесь меню, богатого овощами, фруктами. Не ешьте после 7 часов. Следите за весом. 3. Давайте себе физическую нагрузку. Делайте утреннюю гимнастику. Движение, бег должны занимать не менее 2 часов в день. 4. Водные процедуры следует начинать принимать постепенно, согласно рекомендациям врача. В данном случае подводными процедурами имеется в виду, судя по всему, закаливание, а не то, что вы, извините, по рекомендации врача должны ванну принимать. Здесь не об этом идет речь. 5. А вот прежде чем начинать закаливание холодной водой, да, тут лучше все-таки посоветоваться с врачом-терапевтом, потому что вдруг у вас присутствуют какие-то заболевания, которые закаливание может только ухудшить. 6. При простуде повышенная температура тела – признак борьбы организма за восстановление нарушенных функций. 7. Также стоит следовать рекомендациям врача. 8. Спать стоит не менее 7 часов в сутки, а лучше полноценные 8. 8. Относиться доброжелательно к окружающим людям. 9. Жить в согласии с природой и ценить любую погоду. 10. Последние два пункта говорят о том, что не надо лишний раз нервничать. Очень многие люди ухитряются нервничать по мелочам, тем самым изводя свою психику и только ухудшая свой собственный стресс. 10. Поэтому иногда стоит относиться к жизни проще и таким образом уменьшать свой собственный стресс, что только улучшит собственное здоровье. 11. Какие заболевания человека вызывают антропогенные загрязнения окружающей среды? 12. Все зависит от того, насколько эти загрязнения сильны и каково самочувствие самого человека. 12. То есть заболеваний может быть крайне много. 13. Это и заболевания кожи, и заболевания органов дыхания, заболевания нервной системы. 14. То есть основные заболевания, которые чаще всего преследуют в крупных загрязненных городах человека, это заболевания кожи и органов дыхания. 15. Также часто бывают заболевания нервной системы, которые могут быть связаны с нарушениями психики и бесконечным стрессом. 16. Такая вот проблема. Из-за очень плохого питания, особенно у тех, кто плохо следит за этим, могут часто возникать заболевания пищеварительной системы. 16. Но если, в принципе, просто придерживаться самых простых правил из кодекса здоровья, нервничать поменьше, нормально питаться, есть нормальные овощи и фрукты, не жрать роллтон с майонезом каждый день в течение нескольких лет, то в этом случае, например, проблем с пищеварением, скорее всего, не будет. 17. Такая вот особенность. 18. Как на здоровье современного человека сказывается экология его жилища? Ну, опять-таки, если у вас это самое собственное жилище есть, то уже у вас не будет огромного стресса. Люди, у которых нет своего жилья, они подвержены этому самому стрессу. Те, у кого есть, им, разумеется, намного легче жить. Ну и, разумеется, поддержание чистоты, нормальное питание, регулярная уборка, постараться обеспечить себе более или менее нормальную мебель в этом своем жилище, все это поддержит вашу экологию вашего жилища и улучшит ваше собственное здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok